Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лилия Четрару уже восстановилась после недавней ринопластики. Девушка выкладывает в сеть фотографии с новым носом. Несомненно, она стала выглядеть милее. В сети появилась новая информация о прошлом Лилии. Если верить сплетням, у нее когда-то был опыт группового секса сразу с девяти мужчинами. Четрару прокомментировала слухи. Она сказала, что, конечно, любит эксперименты в постели и даже пробовала кое-что, но ни о какой групповухе речи никогда не шло. Дарине Маркиной, которая лежит в больнице со сложным переломом ноги, скоро сделают операцию. Ей вставят железные штифты. Никита Кузнецов навещает свою девушку, как и положено. Марина Африкантова продолжает получать подарки от тайного поклонника за периметром. Ей прислали большого плюшевого медведя. Ольга Рапунцель написала очередной пост о своем сильном желании стать ведущей на проекте. «Хочу вести шоу о любви. Я хорошо смотрюсь в кадре. Я яркая, сильная личность. Когда я стану ведущей, у меня будет другой подход к участникам, и у них появится уважение ко мне». Конфликт Стаса Дегтяренко и Захара Соленко получил продолжение. Поведением Захара теперь возмущается мама Станислава. Она написала дневное сообщение обидчику своего сына. Ваня Барзиков и Лиза Полыгалова намекают подписчикам, что они вернулись на Дом-2. Скорее всего, ребят пригласили на съемки очередного ток-шоу. В голосовании за возвращение на поляну Дома-2 лидирует Саша Черно. На остров любви же хотят отправить Майю Донцову. В номинации на выгон лидирует Маша Кахно. Ей наступает на пятки Донцова-старшая. Зрители отмечают, что Саши Харитоновой стало меньше в эфирах, и сама она выкладывает двусмысленные посты о дверях, одна из которых закрылась, а другая открылась. Похоже, что Харитонова убрали из преподавателей. Харитонова с нежностью вспоминает о съемках в фильме Дмитрия Астрахана, она опубликовала фото с ним. Сейчас она в ожидании премьеры фильма. Вика Романец и Антон Гусев снова едут путешествовать, на этот раз в Китай. «Я просто впадаю в депрессию», – пишет Вика, – «если раз в месяц не выберусь к новым эмоциям и познаниям». Алиана Устиненко сейчас тоже отдыхает в Греции с подругой. В прямом эфире Инстаграм она рассказала, что сына Роберта на время своего отдыха она оставила в Волгограде с семьей отца. Все вопросы про Сашу Гобозова она проигнорировала. Поклонники Алианы решили, что у нее в семье снова проблемы и ребята расстались. Подписчики смеются над Алианой. Она по-разному обрабатывает свои снимки в фотошопе. На одном кадре, например, она увеличила себе грудь, а на другом – ягодицы. Даша и Сергей Пынзери отметили день рождения Давида. Мальчику исполнился один год. Они закатили для ребенка настоящую взрослую вечеринку. Среди гостей были Лена Бушина, семья Тодерика, Ирина Агибалова, Ольга Гожиенко и Рита Марсо. По мнению многих, слишком рано устраивать такой громкий праздник для годовалого малыша. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.